Чрезвычайное происшествие в Сураже. Всего за один день собака покусала в центре города 18 жителей. Животное усыпили. На место происшествия отправилась наша съемочная группа и вот, что мы узнали от Светланы Гапеевой. Среди пострадавших четверо детей 14 взрослых. Школьница Вероника Бабина была одной из первых, на кого набросилась собака. Когда я вышла из подъезда, собака подбежала, уже хотела укусить меня. Но я пошла дальше, и она быстренько подбежала и схватила меня за руку. Я испугалась, я заплакала, я пошла домой, а там соседка с первого подъезда, она сказала, на моих глазах уже пятого человека кусают. Все пострадавшие сейчас проходят лечение. У кого-то собака только порвала одежду, а кому-то прокусила ногу и руку. Если кусила собака, обработают антисептическим раствором, если у нее имеется спирс, содержащийся препаратами, йодом вокруг ранняя обработки, положит сухую стерильную ПС. И как можно в ближайшее время обратиться в ближайшее лечебное учреждение. Всем пострадавшим врачи сразу же назначили вакцинацию от бешенства. Пять болезненных уколов сделали молодой маме Юлия Абдулаевой. От пережитого шока она не может отойти до сих пор. Из-за этих уколов проблемы со скармливанием. То есть нельзя кормить ребенка грудью теперь. И приходится теперь кормить смесями, и у него из-за этого колики ужасные. Теперь плохо ребенка. После всего случившегося коммунальщики поймали собаку и отвезли в Суражскую ветстанцию, где у нее было выявлено бешенство. Животное усыпили. ЧП вызвало в городе резонанс. Люди озаботились своей безопасностью. Много собак и по ночам очень страшно ходить. Собаки бегают по улицам. Где хозяева? Неизвестно. И никому дела нет. При этом бездомных собак в Сураже, где в основном частный сектор, немного. В большинстве своем у животных есть хозяева, которые имеют обыкновение отпускать их с привязи. Риск встречи с лесой или енотом, зараженными бешенством, возрастает в несколько раз. Выход один – вакцинация. У нас организованы ежедневные вакцинации домашних животных. Кроме того, у нас организованы подворные обходы. Люди обращаются к нам. Мы никому не отказываем. Проводим вакцинации. У нас управление ветеринарией достаточно. У нас обеспечило вакциной бесплатной. Ветеринары проводят вакцинацию бесплатно. Но суражане не спешат делать прививки своим питомцам. Более того, собак по-прежнему отпускают гулять безнадзорно на улице города. Они прибиваются к бродячим животным и собираются в стаи, а потом бросаются на прохожих. Кстати, как говорят в городе, собака, покусавшая людей, возможно, тоже была домашней. После последнего ЧП чиновники с уличкомами прошли по подворьям и еще раз напомнили жителям о штрафах, которые грозят за ненадлежащее содержание четвероногих питомцев. Кстати, в прошлом году за отпущенных с привязи собак были оштрафованы 32 суражанина. В этом году уже три человека. В декабре в районе построили питомник для временного содержания бродячих животных. По закону собаки должны получать передержку два месяца. И потом за эти два месяца либо должны объявиться хозяева, либо животное признается безхозяином и, соответственно, успляется. Штраф за ненадлежащее содержание собаки от 500 до 5000 рублей. Но, как говорится, здоровье дороже. Ведь бешенство – смертельно опасная болезнь. И ситуация с его распространением неблагополучная. В Суражевском районе в прошлом году было зарегистрировано три случая заражения среди диких животных. В этом году столько же. Среди заболевших и две домашние собаки. Одна из них и покусала 18 человек. Светлана Гопеева, Екатерина Морозова, Сергей Севастьянов. Вести Брянск. Из Суража.